Они занимают разные должности и посты в мирное время, но всех их когда-то объединило одно – ответственность перед Родиной, желание ее защищать и бесстрашие, с которым они пришли на военную службу. Их называют «крылатая пехота» и «голубые береты», хотя этот головной убор многие из них теперь надевают только на праздник, День ВДВ, 2 августа. Священнослужитель, отец Михаил, ушел в армию сразу после окончания семинария в 2012 году. Сначала была подготовка в Омске в 242-м учебном центре младших специалистов ВДВ, затем служба в 31-й отдельной миротворческой десантно-штурмовой бригаде «Ульяновска». Теперь в совокупности, занимаясь подготовкой, передачей опыта молодому поколению, сотрудничая с десантными организациями, с молодежью, что общее дело делаем – патриотизм, святое отношение к своей родине и, в первую очередь, духовное отношение к самому себе. Есть то, что делает нас крепкими, сильными, то, что подтверждает наши истории. Житель Кенеля Владимир Седых говорит, всегда мечтал прыгнуть с парашютом, поэтому был счастлив, оказавшись в военно-воздушных войсках. Служил в Тольятти в 3-й отдельной бригаде спецназначения и до сих пор часто встречается с боевыми товарищами. Он меня воспитал мужество, то есть это патриотизм. Мне очень понравилось служить. Всех поздравляю десантников с этим светлым праздником. Мирного неба над главой, и мы их близким. В день воздушно-десантных войск губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты, члены ветеранских организаций и общественники почтили минутой молчания память ушедших воинов, а затем возложили цветы к монументу на площади памяти погибшим в необъявленных войнах. История воздушно-десантных войск началась в 1930 году. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделения в составе 12 человек. А во время Великой Отечественной войны уже было пять воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. В голове не могло нам представиться, что нацизм прорастет у самых границ нашей Родины. Но, к сожалению, это произошло. И сегодня защитники наших идеалов, русского мира, многонациональной и великой России, героических жителей Донбасса освобождают вновь территории и народы от нацизма, осуществляя специальную военную операцию по деноцификации и демилитаризации Украины. И, конечно, сегодня вспомним парней, которые отдали свою жизнь, выполняя свой священный долг и в эти дни. И я хочу сказать, что не время в фонтанах купаться, а время вновь Родине послужить. Сейчас в регионе формируется Самарский батальон. На второй очереди набережной сегодня работает мобильный пункт отбора на военную службу. Специалисты ожидают добровольцев младше 50 лет для службы по контракту в региональном воинском подразделении. Заключившие контракт могут рассчитывать и на региональную единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Уточнить информацию можно на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. А женщины и дети сегодня могли отправить открытки в поддержку военнослужащих, выполняющих специальную операцию на Украине. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.